В общем многие говорили и это случилось. За вчерашний день они кинули авторские права и попытались кинуть страйк двум моим видео, которые даже не появились в открытом доступе, они были в закрытом и уже висели с АП. Я понял их намек и постарался вырезать из этого ролика абсолютно все моменты, которые как-то могли бы проходить по авторским правам. Поэтому в данном видео только геймплей. Если вы смотрите это видео, значит оно каким-то образом все-таки смогло пробиться через страйки Амазона и выйти. От вас я прошу лишь одного. Постарайтесь максимально распространить этот ролик. Амазон стараются застрайкать все видосы, которые выходят на ютубе. Ставьте лайки, комментарии и обязательно делайте репосты, потому что все это поможет продвижению ролика. Всем приятного просмотра. Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпоит и я рад вас приветствовать снова в The Grand Tour Game на PlayStation 4. Только в этот раз я подключил контроллер от Xbox One X. Как я это сделал? Есть видео, которое появится вот здесь вот по подсказочке. Ну что же, в предыдущий раз у нас был первый запуск The Grand Tour Game. Я вам рассказал, где эту игру покупать. Я вам рассказал, на чем я играю. Ну, в принципе, вы сейчас знаете на PlayStation 4. Также она еще есть и на Xbox One. На ПК, к сожалению, пока что нету. И неизвестно будет ли. В общем, вам это все понравилось, поэтому я продолжаю. У нас здесь два, точнее три эпизода. Первый из них я прошел. Кое-как это было сложно, потому что все-таки немножечко я ломаю руки от геймпад DualShock, потому что, ну, мне удобнее все-таки геймпад от Бакса. По логике вещей я сегодня должен пойти в сезон 2. Но знаете что? Здесь у нас эпизод про будущее, где есть прикольная вещь. Там, например, вот эта вот машина у Хаммонда, она загорелась. Ну, короче, те, кто смотрит Grand Tour, это знают. Но я не хочу идти во второй сезон. Я хочу его оставить на сладкое. Пускай это будет такая небольшая заманиловка. Пускай это будет байт на лайки. Но если вот это видео наберет тысячу лайков, то тогда мы зайдем в этот второй сезон и посмотрим, что там будет происходить в эпизодах. Ну, а пока что я пойду в третий сезон. И здесь у нас гонка Motown Funk называется она. Это из эпизодов про маслкары. Здесь у нас будет Dodge Changer SRT Demon, Hennessy Exorcist, RTR Spec 3, это Ford Mustang, для тех, кто не понял. И еще будет McLaren M720S Coupé. Это интересно. Это очень интересно. Ну что же, нажимаем. Ну что же, мы едем сейчас на демоне за Хаммонда. Окей. Кстати, а что у нас... Мы вид-то можем поменять? Вот мне что, интересно. О, прямо в стену. Отлично. То есть Хаммонд там рассказывает, нам за минуту 06 нужно проехать. Так, это, я так понимаю, у нас типа заставка, где они едут и рассказывают про эти машины. В данном случае нам нужно управлять этими автомобилями. И знаете, что я могу сказать? Когда я подключил Xbox One контроллер, есть подозрение, что я еще хуже сделал управление в этой игре, потому что я все стены просто собираю. И в этот раз я даже не могу повернуть вместе с тормозом ручником. А повороты здесь под 90 градусов. За минуту 06 мне нужно было доехать. Но у меня это нихрена не получается. Воу! Причем еще почему-то частота кадров начала падать в игре. Минуту 06. Я не знаю, сейчас будет резкий поворот. Я его опять просу, мне кажется. Да, опять мы прям в траву вылетели. Успеем, не успеем, успели! Самым заряженным, грубо говоря, автомобилем среди них. А, и тут у нас фьюзикандаун. Опять же. Так, мы тут улетели. Тут надо опять фьюзикандаунов набрать. И когда мы улетаем в траву, фьюзикандаун у нас, он уходит. Да что ж такое, блин, как здесь поворачивать вообще? Я ж ничего не наберу. Я все стены... Нет, тут надо прям заново проходить. Давайте вот сейчас я попробую собраться и просто ничего не комментировать. Давайте попробуем проехать это молча. Фу, камеру, кстати, нельзя поменять. Вот что я заметил. Да нет, все равно машину нихрена не поворачивает. Даже когда ты бьешь по ручнику со всей дури. Так, один есть. Ну, смотрите, я оттормажусь просто всей дури. Нет, мы все равно в стену летаем. Все-таки тут с физикой, конечно, поведение автомобилей немножко нелады, блин. Оу! Ну, что поделать. А, так, это нормальная тема. На это не обращайте внимания. Просто сейчас через переходник, получается, контроль обключен. Так, два есть. Бронзовая медаль. Окей. Оу, только не в стену, только не в стену, пожалуйста. Тут у нас, слава богу, не на время. Поэтому тут нам главное стен просто не докоснуться. Главное держаться дороги. Вот так вот, на ручнику. Воу! Это что было? Она просто неуправляемый занос какой-то пошла. Так, пять штук надо сделать. Тормаживаемся. Тихо, тихо, тихо! Нет! Блин, пипец. Вот это жесть. С возрастом начинает замедляться. Ну ладно, полетели. Так. Что будет здесь? Управляется реально лучше. Я не знаю, они это специально решили отобразить. Ага, у нас тут еще дрифт. Окей. И почему-то он начинает немножко с другого места, да? Мне показалось. Блин, такое ощущение, что небольшое падение FPS присутствует. Реально, не знаю почему. Как будто есть такое. Так, 300 метров-то хотя бы продрифтить. Так, получилось. Так, тут у нас получится. Да, по траве-то мы не дрифтим. Плюс 3 метра. 800 метров, блин. Я не знаю, как это вообще сделать. Управление здесь странноватенькое. Нет, траву они определенно должны тоже засчитывать. А на месте я могу тут по прямой подрифтить немножко. 26 метров. Так. Ооооу! Да ну нафиг! 660. Блин, да ладно. Вообще на бронзу что-то приедем. Я на это не готов. Так, 81 метр. 742. Так, здесь мы должны хорошо себя показать. Давай, давай, дрифти, дрифти, дрифти. 148. 1200. Блин, наберем, не наберем. Оооо! Да нет! Ай, 36. 1025. Давай, 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 давай. 87% прогресса. Последний поворот, я так понимаю. По красоте должны сейчас войти в этот поворот. Еще чуть-чуть! Нет, да ладно. По прямой. Успел. Так, ну что же, у нас тут дрэг. Дрэги нам главное не пережать. Полетели. Мы сейчас за капитана улитку играем. Ну и тут нужно быть на первой позиции. Но это очень легко, потому что мы едем попротив Кларксона. А те, кто смотрели эпизод... Так. Вот это вот забавно. Нам тут нужно выбить дофига децибел. Я так понимаю. Так. Так. Так, 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 так. Золото будет? Ха, вот это прикольно. Децибелы есть. 125 децибел я набрал. Нам, короче, нужно тут пятаки крутить. И все, и больше ничего делать не надо. 125 децибел есть. Это прикольно. Так. И, кстати, необычный рак раздавал камеру. То есть игра разнообразная. Нас не только заставляют... Бабах, а что будет из стену? Ничего не будет. А, просто... Просто комментарий Джереми Кларксона. У него меньше было. А, нет. Смотрите, тут децибелы изменились. То есть все-таки... Зарабатываем мы тебе децибелы, да? Ага, все, бублики начали крутить. Ну тут главное на ручник нажать. И спокойно себе крутишь бублики. Ну то есть... Вот это изи-испытание вообще. Воу. Это нас как-то так развернуло. Айс в стену? Ничего не говорит Хамонд. Блин, это прикольно. Такие бублики-бублики крутишь. И потом тебя разворачиваешь. Ну, знаете, так немножко... Бабах. Заскриптовано. Блин, ну прикольно то, что миссии разнообразные. Очень прикольно. Так. Ну давай, 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 давай. Давай! Ладно, мы эти 118 децибел уже сделали. В эпизоде там, кстати... Да, так по-моему и не сказали, сколько в итоге децибел. Зато с помощью игры мы можем узнать. Это хорошо. 128 децибел у него было максимально. Так, вот тут где-то громко, да? Я так понимаю. Или нет? Давай, 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 потихонечку растут, растут децибелы. Блин, 128 децибел, это реально громко. Но на самом деле в этом эпизоде Джеймс Мэй очень жестко отжигал. Поэтому те, кто не смотрели еще первый эпизод, обязательно посмотрите. Так, ну все. Я думаю, тут делать больше особо нечего. Уже времечко давай, быстрее проходи. Давай, давай! Все. Что? А что это такое? Блонда. По-моему, этого не было в эпизоде, не? Или меня глючит? Что? Я просто только сегодня смотрел эпизод. Воу. Воу. Больно. Я что-то там не видел Макларена! Го фастер. Да-да-да-да-да-да. Минут... Ой, 31 секунда нужна, нихера себе. Давай, 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 давай. Так, серебряная медаль уже есть. Ну да, меня не глючило. Там был Макларен Сена, на котором ездил Джереми Кларксон. То есть это что, такой бонус? Бонус игры, что ли, я даже не знаю. Ну ладно, блин. Нормально, мы не впечатались так. Точнее, не въехали в поворот. Капец, блин. Тяжеловато, тяжеловато входить в повороты здесь, серьезно. Так, топим. Да, наверное, бонус какой-то получается. Я даже не знаю, как это назвать. Но в самом эпизоде этого не было. Может быть, это было... Каким-то бонусом шло в передаче. Я даже не знаю. Но этого не было. На самом деле, честно говоря, я бы хотел лучше бы за Джереми Кларксона поездить на Сена, чем на 720. Но... Но это тоже неплохо. Так. О чем мне нужно делать? Я понимаю то, что нужно... Оттайкзелап сделать, но... Я вроде бы... Я вроде бы уже и сделал. Как завершить гонку. Вау! Ну, это определенно было мягче, чем в предыдущий раз. Я не знаю, рекорд свой побью или нет. На ручнике, на ручнике. Все на ручнике делается. Но тут ручник так нажимается вместе с тормозом, я так понимаю. Хотя в данном случае... Хези. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было плохо. Это было плохо. Очень даже плохо. Так, ну что? Тут можем ездить бесконечно, да? Я так понимаю. Где у нас тут финиш? Вот он. Все. И поехал снова. А что мне делать? Не знаю. Сколько мне нужно кататься так? Привык к машине только на четвертый круг? Так. Ну что? Полетели. Вообще, знаете, что такое ощущение, что это из первого сезона, не? Они ничего не перепутали. Ага, тут нам нужно подрифтить, да? 800 метров нам нужно надрифтить. Да я уже привык немножко к машине. Вот. Поэтому, я думаю, у нас получится. Да ну нафиг! Да почему, как я начинаю разговаривать, все идет в топку? Ладно. Немножко дрифта. Так, это нормально. Так. Вот, 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 вот. Вот что бывает, когда я молчу. 123 метра. Нам надо 800 метров. Так, вот это нехорошо. Не-е-е! Вообще-е! Ну что же, мы вернулись! Мы вернулись в Детройт. И тут нам нужно проехать по сумасшедшей трассе, которую сделал Хаммонд. И проехать нам нужно это за 38 секунд. Ну вот это, кстати, прикольно. Я когда видел этот раз в эпизоде, я такой подумал, да, я хочу. Я хочу покататься по этой трассе и посмотреть все ненасти, которые могут тут поджидать. Так. Еду, я, конечно, не так красиво, как там. Было! О, это было больно. Но я стараюсь. Блин, падение кадров почему-то. Так, 34 секунды. Да, это зачет. Мы тут должны проехать еще быстрее. Вот это будет сложно. Блин, кидает машину после дрифта. Не отлавливается она. Так, вот. Так, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Не могу. Очень странное управление. Очень странное управление! Давай, давай, езжай, 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 езжай. Вот так вот с дрифтом. Красиво. Минус бочка. Это на время, кстати, как-то влияет. 35. Ааа! Серебро. Сколько кругов-то надо сделать? А, у нас таймер. На минуту. Окей. Ладно. Но я думаю, можно будет это все пропустить, потому что минуту кататься по одной и той же трассе, мне кажется, вам это сейчас все наскучит дело. Каким-то неведомым образом вообще я приехал на золото за Хаммонда. Машина тут еще более неуправляемая, поэтому я стараюсь держаться. Да, тачка еще хуже! Блин, это капец. Так, ладно. Как всегда, сейчас один круг проедем, остальные круги я вырежу и покажу вам уже конечный результат. Блин. Да, да, я с тобой согласен, Хаммонд. Эта машина слишком большая даже для твоего трека, да. Слишком узкий трек ты сделал, что поделать. Но, знаете, я вам хочу сказать то, что мне кажется, его вот здесь в игре сделали не таким узким, как он был в жизни, потому что там в эпизоде были моменты, где прям явно было видно, что у Хаммонда машина вообще еле пролезает вот эти вот арки, где мы сейчас поедем. А здесь все вроде как... Ок, только я тут прям зашел в поворот. А, мы сразу золото выбили. А, ну все тогда, можно сразу промотать. Тачка у него должна быть более управляемая, поэтому сразу же, ребята, мои комментарии... А мои комментарии прерываются вот этим. Окей. Машина уже чувствуется, что управляемая, она хотя бы в первый поворот смогла зайти. Но мне вообще не нравится вот эта фишка игры, то, что на самом деле в поворот эта машина заходит не особо. То есть тебе, чтобы нормально повернуть, тебе нужно сжать по ручнику. В данном случае здесь еще и у нас и тормоза подключаются. И вот в отличие от предыдущих машин, эта... Она хотя бы... Хотя бы, я не знаю, боком едет хорошо. Просто там у Хамонда это вообще неуправляемое нечто. Демон, он вообще не едет. Так, серебро. Будем улучшать до золота. Ну и, конечно же, мы эту минуту промотаем пока что, ребят, потому что... Ну, смысл вам показывать этот раз одну и ту же, но сразу могу сказать, Ford Mustang RTR управляется лучше из этих трех. То есть они подтверждают слова ведущих в этой передаче. И это не может не радовать. Ага. И в эпизоде Джереми Кларксон ушел, потому что его задолбал ждать Хамонда, который там все поменяет на своем демоне. Вот. И на Экзорцисте. Держим в зеленой зоне. И надеемся на легкий выигрыш. А, едем мы еще за тачку Хамонда. То есть у нас выигрыш реально будет легкий. О, это будет изи катка. Это будет изи катка. Да, приехали. И всем огромное спасибо, кто ставил лайки под предыдущим видео. Всем огромное спасибо, кто поставил лайк под этим видео. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, нажать на этот гребаный колокольчик. Ну и, конечно же, тысяча лойсов. И мы тогда пройдем второй эпизод. Всем огромное спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok